20 октября в рамках проведения готовности сил Владивостокского пожарно-спасательного гарнизона на одном из строящихся объектов АО «Восточная верфь» были проведены пожарно-тактические учения. По легенде учений, на одном из судов, стоящих у причала, при проведении ремонтных работ произошел пожар. На судне остались люди, самостоятельная эвакуация которых была невозможна. Пожар сопровождался сильным задымлением в каютах третьего яруса и распространялся по коридорам и помещениям. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Дежурная служба предприятия незамедлительно сообщила об условном возгорании по телефону пожарной охраны 101 и в максимально короткое время организовала проведение эвакуации персонала, а технические службы предприятия обесточили судно. По прибытии на место происшествия огнеборцам предстояло действовать совместно с экстренными службами, провести разведку внутри горящего судна, обнаружить и эвакуировать оставшихся рабочих. Пожарные произвели боевое развертывание. Звенья газодымозащитной службы произвели разведку, обнаружили и спасли сотрудников предприятия и успешно ликвидировали очаги условного возгорания. Сегодня в рамках проведения пожарно-тактического учения проведены учения на малый морской танкер для докольного типа Михаил Борсков. Целями учений были отработка разведки пожара, проведение эвакуации и спасение пострадавших в результате пожара, также проведение приемов и методов тушения пожаров на морских судах. В работе оперативного штаба на пожаре координации действий всех привлекаемых сил и средств, в том числе и межведомственного взаимодействия сил тушения пожара в различных министерствах и ведомствах. Применялась термометрическая разведка борта судна с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных тепловизором, на основании которой были выявлены места, куда необходимо с целью охлаждения подать стволы с морских судов как Министерства обороны, так и МЧС России. По итогам проведенных учений будет произведен анализ, сделаны выводы, выявлены возможные недостатки в работе каждого подразделения. Данная работа проводится для исключения ошибок в действиях подразделений в реальной обстановке. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.